Здравствуйте! Подготовка очередной экспедиции на МКС вышла на финишную прямую. Новый экипаж Союза уже на Байконуре. В ближайшие 10 дней им надо будет привыкнуть к ночному образу жизни. Дело в том, что старт запланирован в ночь на 29 мая. Полет космонавтов к станции будет коротким. До стыковки с МКС Союз совершит всего 4 оборота вокруг Земли. Первоначально планировалось, что после полета Виноградова будет еще один-два полета по старой схеме, и потом мы уже эту новую схему будем принимать как основную. Федор приложил очень много усилий к тому, чтобы их экипаж тоже полетел по быстрой схеме. В экипаже представители России, США и Италии. Для командира Федора Юрчихина это уже четвертый полет в космос. Карен Найберг летит второй раз, а Лука Пармитана – первый. Позывной экипажа, вернее командира Юрчихина, по традиции решили не менять. Он остается прежним – Олимп. Три российских выхода, два американских выхода. Сейчас дискутируется вопрос о возможном изменении программы в конце экспедиции с дополнительным выходом с факелом олимпийским. Будет он, не будет он. Часто спрашивают, есть разные мнения об этом. Мое мнение, однозначно, такой выход нужен, он интересен. 105 лет назад родился один из соратников Сергея Королева – советский ученый Николай Пилюгин. Под его руководством разрабатывались системы управления первых межконтинентальных ракет, первого спутника Земли – космических аппаратов для исследования Луны. Однако главная заслуга академика – научно-производственный центр, настоящая инженерная школа штурманов космических трасс. Молодежи мы уделяем очень серьезное и большое внимание, поэтому, наверное, это все отражается и на тех процентах, что у нас молодежь остается. Совместный проект российского и европейского космических агентств «Экзомарс» начинает свой главный путь. Ученые из Института космических исследований приступили к работе над научным оборудованием для орбитального марсианского зонда. Его запуск планируется через три года. Марс. Уже известно, что условия на Красной планете далеко не комфортные. Слишком холодно и сухо – сильная радиация. Поверхность полностью покрыта тонкой коркой – реголитом. Ученые полагают, что под этим панцирем или в трещинах породы может затаиться примитивная микробная жизнь. Надо только ее обнаружить. Чему вот интересен Марс? Ну, из такой вот, что ли, совсем прагматической точки зрения, вот в 15-16 веках, в веках, Магеллан, Колумб, Васкадыгамо осваивали земной шар, искали новые континенты. Эпоха великих географических открытий кончилась, к сожалению. И вот нам в 20-21 веке, кто живет, ну, уже, в общем, на Земле мало есть, что искать. Подойти к разгадке Красной планеты ученые пытаются давно. Россия и Европа решили делать это в научном и техническом содружестве. Я не сомневаюсь в том, что, хотя мы только сегодня на старте этой миссии, что ее ждет успех с точки зрения научных результатов. И об этом говорят ученые, как в России, так и в Европе. Экзомарс – совместный проект Роскосмоса и Европейского космического агентства. Старт орбитального аппарата в 2016-м. Тогда к Марсу полетит первая ласточка – зонд-разведчик. Следом, через два года, по тому же маршруту, отправится межпланетная посадочная станция с марсоходом. Предприятие научно-производственное объединение МИЛА очень делает сложную, такую большую платформу, на которую наши ученые, европейские ученые, навесят, наверное, 50-40-50 килограмм научных приборов для исследования, опять-таки, сейсмики Марса, климата Марса, ветров на Марсе, распределения давления на Марсе. Потому что эта платформа сядет на поверхность, чего мы, в общем-то, никогда не делали. И одновременно у нее задача доставить туда ровер, который изготовлен в Европе, он называется «Пастер», тоже с таким довольно интересным комплексом научной аппаратуры, где тоже будет один-два российских научных приборов. Здесь, в лаборатории Института космических исследований, которой руководит Георгий Монагадзе, уже идет работа над научной аппаратурой. Аналогов оборудованию для будущей межпланетной экспедиции пока нет. Но и ему еще предстоит отбор. Что мы собираемся делать? Мы собираемся забурить, допустим, клуб же полуметра, после этого извлечь реголит вместе с микробами, потом на специальной установке, которая будет стоять на борту, экстрагировать, то есть вытащить эти микробы из этого реголита. В декабре прошлого года весь мир ждал сенсацию с Красной планеты. Американский марсоход Curiosity нашел на Марсе органические молекулы. Но однозначного ответа, откуда они взялись, ученые так и не получили. И вся ошибка американских специалистов заключалась в том, что они вот такие затраты несли. И сейчас тоже. Буря только на 5 сантиметров. Проникает только на 5 сантиметров. Я хочу сказать, что надо копать глубже. Это общее понятие как для исследования жизни, так и для науки. Копайте глубже и получите результат. Чтобы взять образец грунта, с глубины до полуметра российские ученые разработали специальный пур. Вроде бы небольшое устройство, но легко проходит даже сквозь кирпич. Эту установку мы используем для экстрагирования, то есть отделения микроорганизмов от почвы. Через грунтозаборник у нас сюда поступает образец почвы или мерзлой породы. Микроорганизмы всплывают, то есть они находятся в верхнем слое жидкости. И этот слой поступает вот сюда. Здесь у нас находится, установлено с помощью насоса, откачано такое же давление, как на Марсе. Проба с микроорганизмами и жидкостью поступает на подложку, которая лежит внизу, и испаряется с помощью нагрева. Это лабораторный макет. На Марс, конечно, не полетит. На реальном приборе все действия будут выполняться автоматически. Однако принцип действия тот же. Извлечь марсианский грунт при помощи бура и проанализировать его состав по всем возможным параметрам. Здесь мы видим уже одну пробу, которая сюда загружена. И на мониторе можно видеть спектр пробы, который дает ответ на вопрос, из чего эта проба состоит. И мы уверены, что этот прибор даст ответ на вопрос, из каких элементов состоит грунт на поверхности Марса, а также содержит ли он органические вещества, в том числе и те, которые могут быть связаны с наличием жизни на поверхности. Если немного пофантазировать, то можно представить недалекое будущее. Ученые на Земле получают вот такое спектральное изображение. Это будет означать, что на Марсе есть биомасса, признак жизни. Значит, мы все-таки не одни в мире неживых огней. В последний весенний месяц оказался богат на небесные явления. В начале мая астрономов порадовал яркий метеорный дождь из созвездия Водолея. Потом солнечное затмение в южном полушарии. А в конце мая любители звездного неба увидят настоящее планетарное шоу, в котором примут участие Меркурий, Венера и Юпитер. После захода Солнца эти планеты образуют на небосклоне звездный треугольник. Однако неприятностями землянам это не грозит. Просто красивое зрелище. На сегодня все. Это была программа «Космонавтика» и Анна Ведищева. До встречи.